Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипе. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала Всемирная иллюстрация, Санкт-Петербург, 1893 год. Прометей. Мраморная группа Эдуарда Мюллера. Кому неизвестна роль, которую играет Прометей в греческой мифологии? Прометей похитил огонь с неба и наделил им человечество. Зевс в наказании приковал его к одной из кавказских скал и отдал на растерзание Коршева, который каждый день прилетал клевать ему сердце. Этот миф сделался с течением времени одной из любимейших художественных тем, в особенности в поэзии и скульптуре. Но в греческом искусстве он появляется сравнительно поздно. В новом европейском искусстве он, напротив, становится преобладающим. Содержание множества произведений искусства, принадлежащих первоклассным художником. В новейшее время один из лучших и талантливейших немецких скульпторов Эдуард Мюллер еще раз вдохновился этим мифом и создал замечательную мраморную группу, которая в настоящее время находится в Берлинской национальной галерее. На этой группе Прометей представлен прикованным к скале. Коршун с распростертыми крыльями спускается к нему, чтобы клевать его сердце. Одна из океанит, морских нимф дочерей океана, защищает Прометея от нападений коршуном. Другая океанита, изнуренная продолжительной борьбой с коршуном, лежит без чувству, но Прометея. Лицо Прометея запечатлено страданиями, выражает сверхчеловеческую энергию и решимость бороться с злой судьбою во что бы то ни стало. Прелестные нежные фигуры океанит дополняют путем контраста общие впечатления. Пафоса, получаемая от всей группы. По расположению фигур, по красоте линий, группа Эдуарда Мюллера – одно из лучших произведений современной скульптуры, соединяющая в себе поразительную силу, выражение и прелестную грацию пластических форм. Ну, вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания.